Многие люди не обращают внимания на свои сны, а я вот обращаю. Они всегда дают мне предостережение. Я увидел его в Крайслере с откидным верхом. Он ехал очень быстро и разбился насмерть, врезавшись в кирпичное ограждение. Помню, как бежал к его машине и видел его склоненную голову, а изо рта у него хлестала кровь. Я говорил ему, папочка, не умирай. Но он посмотрел на меня и сказал, папочка пытался. А затем он напустил голову и умер. Я сказал себе, нет, мой папочка не умер. Но тогда я понял, что вскоре мой отец покинет меня. Когда мы с мамой сидели за столом на кухне, я сказал ей, папа скоро умрет. Она сказала, не говори так, но я сказал ей, я видел это во сне. Он разобьется, попав в аварию. Через неделю все произошло именно так, как я и видел это во сне. В то время Дэвид не был верующим в Мессию. Дэвид не знал Библии. Но однажды ночью, когда вам было 17 лет, у вас было видение. Это было очень интересное видение. Это был не просто сон и не просто видение. Чуть позже это видение повторилось снова. Это произошло уже после того, как он стал верующим в Мессию, Ешуа. Похоже, Бог знал предназначение Дэвида еще до того, как Дэвид узнал Бога. Дэвид, расскажите, пожалуйста, нам, что произошло тогда. Моя сестра попросила меня посидеть с ее детьми, пока она будет кататься на коньках. Я согласился. И вот я уложил детей спать, у меня было портативное радио, и я попытался его включить и найти какую-нибудь станцию. И тут я услышал женский крик. И звучало все так, словно это происходило не позади дома или перед домом. Этот крик словно звучал в воздухе. Я направился к окну, но по дороге я остановился и сказал себе, нет, нет, подождите. Если я подойду к окну, я увижу то, чего не хочу видеть. Но все-таки я был вынужден подойти к окну. Я раскрыл занавески и посмотрел вниз, потому что я был на втором этаже, но ничего не увидел. И тогда я решил, что не произошло ничего плохого. А потом, когда я поднял глаза и посмотрел на звезды на небе, мне показалось, что я смотрю на киноэкран. И на Луне вдруг выступила кровь, словно кто-то взял ледоруб и проткнул им Луну. Из Луны вдруг начала точиться кровь, а потом с неба вдруг начали падать звезды. Все сразу, а само небо начало скручиваться, подобно свитку. Все это происходило одновременно. Луна превратилась в кровь, звезды падали с небес, небо закручивалось, подобно свитку, и вдруг я увидел женщину с длинными черными волосами. Она наблюдала за тем, что происходило на Земле. И тут она впилась ногтями себе в лицо и начала громко кричать. Затем я увидел сотни бегущих людей, а может и тысячи. Все они бежали, и на лицах их запечатлелся ужас. Бог позволил мне почувствовать то, что чувствовали они. Это были полные беспомощности, всепоглощающий страх. И тут видение исчезло, и я упал на пол. Я дрожал и подумал, Боже, что же такое я увидел? Я ведь ничего не знал тогда о видениях. Я подумал, что же мне теперь делать? И тут я сказал себе, загляни в Библию, возьми Библию. Я сказал, пожалуйста, Господи, пусть у меня больше не будет видений. Почему-то я решил, что со мной что-то снова должно произойти. Я сказал, пожалуйста. Затем взял Библию и открыл ее. Нашел шестую главу Откровения, начиная с 12 стиха. Там рассказывалось о дне Господнем и о том, как луна сделалась как кровь. Я позвонил моему дяде Эду, который был проповедником, и рассказал ему, «Сынок, Бог просто даровал тебе видение», — сказал он. А я спросил, «Ты хочешь сказать, что я не схожу с ума?» Он ответил, «Нет, ты не сходишь с ума». Затем он добавил, «Бог даровал тебе открытое видение». Когда же ты скажешь «Да» Иисусу, когда ты начнешь служить Господу? Он призывает тебя проповедовать Евангелие. Я сказал ему, «Не знаю, смогу ли я это сделать». Запомните эти слова, вскоре мы расскажем вам кое-что еще. Причем, когда вы услышите о втором видении, случившемся у Дэвида, а это было так называемое «открытое видение», ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Мы скоро вернемся к вам. Это сверхъестественно. Скажу вам, если бы у меня было такое же видение, какое было у Дэвида Джонса. Мне бы не нужен был никакой дядя, чтобы рассказать мне, что я должен служить Богу. Я бы сам побежал служить Богу. Но Дэвид решил стать морпехом. Его больше интересовала его жизнь. Он постоянно опускался все ниже и ниже. И вот в один прекрасный день кто-то с работы предлагает ему сходить с ним в церковь. Ему вдруг становится плохо, что едва не стоит ему жизни. Так что же с вами произошло там? Мой босс принес мне чек с кругленькой суммой, и тогда я сказал, мы с братом собирались сегодня вечером сходить на вечеринку. Я подумал об этом и сказал себе, нет, я туда не пойду. Я начал внушать себе, что я никуда не пойду, и тут я упал у конвейера. Я попытался подняться, но у меня не было сил. Тогда сам Бог позволил мне услышать с мое сердцебиение. Бом-бом. Я сказал, нет, Боже. После этого я понял, что начинаю терять сознание. Я хотел подняться, но у меня уже не было сил. Я сказал, о, нет, пожалуйста. Я начал молиться, и тут снова бом-бом. Я сказал, дай мне еще один шанс, Господи. Ну, пожалуйста, пожалуйста, Господи. Я пойду с этим человеком. Дай мне еще один шанс. И тут я начал приходить в себя, а люди уже собрались вокруг меня и спрашивали, ты в порядке, а я все твердил про себя. Не надо этого, я пойду в церковь с этим человеком. Следующее, что я помню, я иду домой, начиная собираться. Мои друзья уже идут на вечеринку, они машут мне и кричат, «Эй, парень!» А я стою на крыльце и говорю, «Послушайте, сегодня я с вами не пойду. Я собираюсь пойти в Дом Божий. Вы все, наверное, знаете, что я сегодня чуть не умер». Они все удивились. Сказали, сегодня же пятница, это будет наша вечеринка. А я сказал, Бог может контролировать, с какой силой бьется мое сердце, и поэтому я иду в Дом Божий. Я сидел в задней части церкви, а проповедник в это время проповедовал. Когда он начал говорить, я начал мысленно осуждать себя. Я сказал, я должен спасти себя. И тогда я подошел к этому человеку. Он спросил, «Сынок, ты хочешь спастись?» Я ответил, «Да, сэр, хочу». Я подошел к нему поближе, и хотел было взять его за руку, и вдруг меня поразило силой Божией, и я буквально отлетел назад. Когда я падал, рядом не оказалось никого, чтобы меня подхватить, но падение оказалось мягким. Словно я упал на ложе из хлопка. И тут я увидел, что на меня смотрят девушки. А в то время я думал, что был крутым парнем, и тут начали происходить сверхъестественные вещи. Все началось в животе, потом перешло в грудь, а затем в горло, и тут мой язык прилип к небу, и я услышал, что говорю на небесном языке. Это был дух Божий. Вскоре я уже позабыл об этих девушках. Внезапно я ощутил такие радости и умиротворения, каких прежде я никогда не испытывал. Я употреблял крэк, кокаин, кислоту, мискалин, ТГК, алкоголь, но Бог избавил меня от моих зависимостей. Теперь я ощущал радости и умиротворения, каких никогда не испытывал прежде. Я поднялся с пола и начал говорить на небесных языках. Это было удивительно. Когда меня попытались схватить, пастор сказал, «Не трогайте его, с ним сейчас», говорит Бог. Теперь давайте поговорим о том, что произошло с вашей алкогольной зависимостью и что случилось с вашей наркозависимостью. Они полностью исчезли. Я получил мгновенное исцеление от них благодаря всемогущему Богу Израильскому. Послушайте, Бог может просто взять кого-то, прижать к полу, заставить говорить на сверхъестественном языке и затем спасти этого человека, после чего этот человек может стать верующим. Дэвид уже 25 лет, как стал усердным прихожанином. Да. Давайте теперь поговорим о феврале 2012 года. Что с вами произошло тогда? В тот день я встал, чтобы сходить в туалет, когда я вернулся и стал ложиться в постель. Меня словно кто-то схватил за руку и начал трясти. Следующее, что я помню, меня перенесло в открытое видение. Я завис где-то в 200 футах над землей. Я видел красивое небо и солнце, видел счастье людей, идущих туда и сюда, матерей с детьми, ходивших по магазинам, людей, заправляющих машины бензином, бизнесменов с кучей связей и портфелями, входящих в свои офисы. И вдруг опустилась густая тьма, и появились тучи. А потом с неба вдруг донесся шум. Таких звуков я никогда раньше не слышал. Это было похоже на звук от семи ударов грома, сложенных в один. Этот звук был настолько оглушительным, что мог лишить слуха все человечество. Когда люди услышали его, их тела начали дрожать, их начало трясти. Этот звук был настолько оглушительным, что люди принялись кричать. Затем, словно кто-то взял лезвие и рассек им небеса, и на землю спустился Сын Божий со всеми своими ангелами и во всей своей славе. О, Сид, эти цвета были просто великолепны. Роскошны, величественны, исполнены славой. Там был и синий, и золотой, и зеленый. Я никогда не видел таких цветов, как эти. А он в это время быстро шел по земле. Тогда люди стали мочиться в штаны и кричать. А потом один человек сказал, «Нет, подождите, подождите!» Я думал, что у меня еще есть время. Я думал, что у меня есть еще время, но было уже слишком поздно. Все время для человечества истекло. И тут другой человек, очень маленького роста и похожий на индийца, начал говорить, «Нет, это сон, это сон! Я сейчас проснусь!» Но Сид, он не мог проснуться, потому что он уже бодрствовал. И тут я услышал голос с неба, говорящий, «Это день, Господень!» Он пришел! Затем видение кончилось, и я очнулся. Я лежал на полу и весь дрожал. Меня просто трясло. Затем я начал молиться за себя. Молился не за своих, мать, жену и детей. Я заступался за себя, потому что Бог дал мне увидеть весь этот ужас. Это был настоящий ужас. Мы знаем, что Бог есть любовь, милость, долготерпение, ласковый добр, но у Бога есть еще одна сторона, с которой человечество не знакомо. Это и есть страх Господня. Это был настоящий ужас, и я стал каяться за свою жизнь. Я говорил, «Господи, спаси меня! Прости меня, Боже!» Ведь Он позволил мне почувствовать то, что чувствовал каждый в этом видении. Я стал каяться, я сказал, «Боже, я хочу быть приятным Тебе. Если я сделаю Тебе больно или каким-то образом пойду против Тебя, пожалуйста, прости меня. Господи, пожалуйста, позволь мне быть достойным того, чтобы оставаться с Тобой. Ведь я видел день Господень». И тогда Господь ответил мне, «Заклинаю Тебя предупредить все человечество». А затем добавил, «Я уже иду». Иду. Неважно, поверят они Тебе или нет, предупреди их об этом. Неважно, примут они Тебя или нет, просто предупреди их об этом. Что день Господень уже близко. И он повторял это несколько раз. Он говорил, «Я иду, я иду, я иду». Вы сами все слышали. Но что нам со всем этим делать? Сейчас я вам кое-что скажу. Если вы теплый или вы отступник, вы не готовы ко Дню Господнему. Вы либо должны быть всей душой за Мессию, либо вы обманщик. Нельзя быть где-то посередине. «Поверьте, Иисус умер за ваши грехи». А кайтесь, скажите Ему, что вы сожалеете и считаете, что Он смыл грехи, будто бы они никогда не существовали. А потом скажите, «Иисус, скажите это сами, своими устами. Я делаю Тебя своим Господом. Приди ко Мне и поселись внутри Меня. Я сделаю Тебя Господом моей жизни». Сделайте это прямо сейчас. Бог дал вам довольно ответственное задание рассказать людям о столь великом событии. Но Бог рассказал об этом и многим другим людям, причем даже неверующим в Мессию. Например, ортодоксальные евреи в Израиле считают, что мы находимся на пороге пришествия Мессии. Иначе говоря, они чувствуют что-то в воздухе, что-то происходит. Примерно в то же время, когда Дэвид увидел этот сон, у меня тоже был сон. И в своем сне я... Знаете, Дэвид, я даже не думал об этом. Мой внутренний радар в этот раз не сработал. Если бы кто-то сказал мне, что Господь скоро вернется на Землю, я бы сказал, «Да, я верю в это, но, знаете, мне 73, и в глубине души я на самом деле не уверен, верю ли я в это». Я говорю себе, «Ты должен говорить, что Он скоро вернется. Ты должен жить так, как будто Он скоро вернется». Но, похоже, сделать надо еще очень многое, но это дело не для моего ограниченного мозга. Это дело Бога. Вот что Бог сказал мне во сне. Он три раза сказал мне, «Я скоро вернусь. Я скоро вернусь. Я скоро вернусь». Дэвид, только между нами. «Что вы раньше думали своим сердцем о возвращении Господа?» Я попрошу вас быть честным. Раньше я не думал, что это произойдет так скоро. Я хочу сказать, что, прочитав книги Священного Писания, особенно книгу Откровения, а также мнение духовных учителей и ученых, я знал, что это когда-нибудь произойдет, но не был уверен, когда это будет. Но теперь я абсолютно уверен, что Он придет в тот час, когда человек меньше всего этого ожидает. Что нужно делать, если вдруг кто-то услышал это послание и поверил, что оно от Бога? Привести свой дом в порядок. Все, что мы должны сделать для Бога, мы должны сделать быстро. Если людям надо попросить прощения, то им лучше поторопиться. Если им нужно встретиться с их матерью, отцом, сестрой или братом, и попросить у них прощения, то им нужно сделать это до того, как станет уже слишком поздно. Потому что с такой вещью, как страх Господень, вы никогда прежде не сталкивались. Позвольте спросить вас, я знаю, что вы живете святой жизнью, знаю, что вы любите Бога. Расскажите, что вы делали сразу после этого открытого видения? Я начал каяться и взывать к Богу. Вы каялись? Я вас знаю. Вы покаялись еще до этого видения. Нет, в этот раз все было совсем не так. Он сделал так, что это стало для меня реальностью. Это стало для меня настолько реальным. Это так подавляло и охватывало тех мужчин и женщин, что они просто не могли ни о чем думать, когда это произошло. Он пришел так же внезапно, как он это и обещал. Почему же это так важно для нас? Я хочу сказать, что я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил об этом так импульсивно и с такой важностью. Почему вы так говорите? Потому что внутри меня есть помазание о том, что осталось не так уж много времени. У вас осталось не так уж много времени. У нас не так уж много времени с вами. Я должен проповедовать об этом. Должен рассказать обо всем этом, так же, как Ноя на протяжении 120 лет рассказывал о том, что скоро пойдет дождь. Но люди остались глухи к Ною. Они не верили этому Божьему человеку. Но в Библии сказано, что Бог сказал Ною, «Возьми себя и семью твою в ковчег». Затем он открыл окна небесной, и из окон небесных на землю началась литься вода, и все умерли. Вы сейчас поделились с нами посланием о том, что произошло с теми людьми. А вы когда-нибудь видели людей, которые так же стонали, рыдали и бежали вперед? Сид, меня пригласили проповедовать на неделе возрождения. Я проповедовал 21 день. Когда я проповедовал в первый вечер, люди начали плакать. Футболисты начали плакать. Они подбегали к алтарю и рыдали. Дети и подростки плакали и каялись, и многие из них были христианами. Сам пастор был великим Божьим человеком, и его жена тоже побежала к нему и сказала, «Помилуй наши души, Боже, прости нас, прости нас, Боже!» и припала к его лицу. Я никогда прежде не видел такого сильного убеждения. «Вы рассказывали мне о евангелисте, который присутствовал на одной из этих встреч. Что с ним было?» В конце встречи я сразу подозвал людей к алтарю, туда подошли все. Пастор, прихожане, жена пастора, все. Подошли даже приглашенные пасторы. А этот евангелист ушел со встречи, и знаете почему? Он объяснил это так. «Дэвид напугал меня до чертиков этим своим посланием. Когда-то давно он перестал проповедовать, он долго не проповедовал, и вот он снова начал проповедовать и говорить откровения, а восемь месяцев спустя он умер». Неужели то, что рассказал нам Дэвид, было для вас в новинку? Неужели это так? Видите ли, Библия говорит нам, что нам неизвестно, когда придет наш конец. Восемь месяцев спустя тот человек умер. Вот и все. Я знаю, что меня смотрит сейчас один человек, который считает, что он совершенно одинок. Но это не так. Знаете, зачем вы сейчас смотрите нашу программу? Вы думаете, что Бога вы не интересуете, но ведь это Он заставляет вас смотреть нас прямо сейчас. Это ваша жизнь, это ваша вечность, это ваше предназначение. Я должен сказать вам следующие слова. Даже если бы страха того, что я не знаю Бога, не существовало, даже если бы у меня не было страха попасть в ад, я бы все равно служил Богу, потому что Он чистая любовь. Я бы служил Богу, потому что познание Бога не сравнится ни с чем. Это наше. Все это наше. Я хочу, чтобы вы начали служить Ему прямо с этого дня, лечусь.